Смотрите, есть два подхода к этой станице Луганска. Есть подход с военной точки зрения. С военной точки зрения расположение в станице Луганской наших войск, оно очень опасно. То есть войска противника стоят на высоте, наши ребята полностью уязвимы. И с военной точки зрения держать ее очень тяжело. То есть неудобное, знаете как, неудобное положение для военных. И при любом боестолкновении там может погибнуть много наших ребят. И для военных разница там в полкилометра, 200-300 метров отойти, для них это, ну, километр, ну, это не главное. Но это для военных не патриотов, для военных, которые просто как с военной точки зрения искусства. Но с точки зрения, как это наша территория, с точки зрения того, что туда сразу же войдут боевики, ну, есть определенная опасность. Еще ни разу та сторона не выполнила слова. Мы помним, как они не выполнили слова в Иловайске. Мы помним, как в Дебальцево обещали, вы же помните, Минс-2, да? То есть подписываются на тот момент, как, ну, мы подписываем, и война прекращается. Но война даже после подписания продолжалась до тех пор, пока, ну, не вытеснили наших из Дебальцево. То есть еще после, уже высохли чернила, после подписей уже их подпарафинили. Ну, все уже, все уже сделали, а война продолжалась, 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 пока российские войны не захватили Дебальцево. Точно так же и со станицей Луганска. Все-таки станица Луганска на передовой. Здесь много людей уже осознали, поняли. Многие люди помогали нашей армии, вы же понимаете, да? Армия стоит рядом. Они видят, что армия не враг, армия это, ну, свои, знаете, как свои, а своим всегда помогают. Свои, соседи, близкие. Очень много людей помогало, и сегодня люди, в первую очередь, в станице Луганском, боятся, что, если придут боевики, они наверняка туда придут, то они будут мстить. Они могут туда зайти под прикрытием, так как они стоят на высотках, да, сегодня на высотках. Они туда зайдут под прикрытием своих войск и могут делать, что там хотят. Пока стоят сегодня там наши войска, люди себе чувствуют в безопасности. Все-таки разделение войск на территории вот таких населенных пунктов я бы сегодня, ну, мое мнение, не рекомендовал бы. Да, там есть переход, там мост, там это одно из, так сказать, ну, такое там КПВВ, не КПВВ. Ну, скажем так, там, где проходят люди, могут проходить из Луганска на нашу территорию, не объезжая через горло в Кузайцево. То есть спешим проходом может пройти, и, конечно же, там разделение войск желательно, чтобы обезопасить именно этот сам переход. Вот. Но, к сожалению, пока на сегодня веры нет. Раширским войскам мы видим, что очень напряженно сегодня было, ну, не сегодня, а в ближайшие эти дни под Мариуполем. Да, и под Донецком была напряженная обстановка. Все-таки разведение войск я бы начал не там, где есть населенные пункты, а там, где нет населенных пунктов. Там, где реально они, ну, больше стреляют, больше убивают друг друга. Продолжение следует...